Как часто вы пишете любовные записки? Или писали ли вы их вообще? Сейчас это можно перефразировать в сообщение. В любом случае от перемен ими слагаемых сумма не меняется. Вопрос остается тем же. Как часто вы пишете любовные записки? Сегодня празднуется день любовных записок. Поэтому наша редакция подготовила опрос на эту тему. Попытаемся узнать, как часто карагандинцы пишут любовные записки. А пока идет опрос, попытайтесь вспомнить сами, как часто вы их писали. Далее опрос. Ну, может быть, не в школе, в университете, а уже в нынешнее время, в взрослой жизни. Когда сидишь вечерком, о чем-то задумаешься, какие-то мысли романтические появятся. Вот только тогда, наверное, в взрослой жизни. Нет, я все в живую делу. Нет, нет зоны чего-то. В школьное время, да, сейчас нет. А часто устал, да? Пару раз, но потом перестал. И как была обратная реакция? Да. Ну, и как раз-таки из-за моих конфеток вызвали к директору, кажется, ее. Например, там стикер. Хорошего дня. Что еще нужно? Шоколадка, наверное. Написать комплименты. По поводу внешности, характера и так далее. Наверное, признание к человеку. Ну, если в школьных, наверное, особо такого нет. Школьная любовь. Первая любовь, наверное. Да. Еще как. Это приятно. Даже если будет там, например, не знаю, простое сердечко, либо там какая-то надпись. Ну, это приятно. Есть. Там... В записках это будет уже, что у тебя в глубине души творится. Больше, наверное, связано с внутренним миром. Ну, а на его, наверное, слова не можешь подобрать правильные для каких-то выражений именно романтических. По теме, человеку настроение, что-то, думаю, никакой пользы, кроме этой, нету. Ну, я считаю, это так же волнительно, как и в живую. Наверное, в письменном тоже виде выражать легче. Так удобнее. Ну, сейчас тоже век технологий очень, как бы, легко написать. И быстро. И быстро, да. Тем более, если человек там далеко, где-то живет. Наверное, на его сказать. А если, скажем так, с хорошими побуждениями, с позитивными, то да. Ну, а если нужно как-то все высказать, то, что накопилось, то лучше сказать в лицо. Признаться. В письменном, конечно, проще, потому что ты не видишь человека. Но когда вот на его, лицом к лицу, так вроде проще понять интонацию, с которой ты говоришь. Выражать на его легче. Ну, я больше, наверное, общественный человек, и мне легче рассказать, чем написать свои мысли на бумаге. Ну, я пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...